В Москве сегодня вынесен приговор по самому громкому делу всех последних лет. Скандально знаменитый предприниматель Сергей Полонский признан виновным в течение гигантской суммы удольщиков. Суд определил ему срок заключения и сразу же освободил из-под сражи. Такой результат многолетнего расследования стал для многих просто полной неожиданностью. Хотя резких поворотов в деле эпатажного бизнесмена было много и раньше. Достаточно сказать, что от следствия он скрывался на тропическом острове, а уже после экстрадиции на родину в тюрьме открыл себя поэтический дар и успел даже жениться. Впрочем, миллионам простых участников долевого строительства, а не только тем десятков, кого обманул Полонский, были интересны не эти яркие детали, а то, как государство защищает их интересы. О финале процесса Максим Прихода. Из этих дверей Сергей Полонский вышел уже свободным человеком. Решение, которое сегодня озвучили в Пресненском суде, действительно поразило многих. Обвинение просило для бизнесмена 8 лет реального срока. Но в итоге приговор смягчили и с формулировкой «за истечением срока давности» предпринимателя отпустили домой прямо из зала суда. Такой исход оставил в недоумении сторону обвинения. Полонскому вменяли хищение почти 2,5 миллиардов рублей. Это деньги дольщиков, которые вложились в проекты «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Но компания Полонского «Мирэксгрупп» по данным следствия изначально не собиралась достраивать эти объекты. Деньги пошли на строительство башни федерации в Москва-сити. Но суд решил, что все это было очень давно, поэтому ничего страшного. Для преступления, в котором обвинялся господин Полонский, установлен 10-летний срок давности с момента его совершения. Сроки давности влияют на привлечение к уголовной ответственности. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за истить после истечения срока давности. Сам же Полонский до последнего считал себя невиновным и свою правоту стремился доказать всегда и везде, не сдерживая эмоций и не обращая внимания на судебный регламент. Я дал показания на директоре лжи. Я вообще не должен объяснять. Это они должны объяснить. Есть дом построенный, живут люди. Из-за своих чересчур экспрессивных высказываний судья вообще запретил Полонскому участвовать в прениях. И увидеть его можно было лишь сегодня на оглашении приговора. Он в знакомой экспрессивной манере поприветствовал прессу, а затем стал читать стихи о свободе и несправедливости, написанные, по-видимому, уже в СИЗО. Последние два года скандальный бизнесмен провел в матросской тишине. Туда его в полотенце и ярких шортах доставили прямиком из Камбоджи, где он на собственном острове скрывался от российских правоохранительных органов. Но залечь на дно это не про Полонского. Благодаря своим скандальным выходкам он не раз привлекал внимание камбоджийской полиции. Любитель прогулок на дешом и морских круизов, Полонский попал в камбоджийскую тюрьму после того, как выбросил за борт двух местных моряков. Чудил бизнесмен и до того, как оказался в Азии. Наспор ел свой галстук, разбивал об стены телефоны своих сотрудников, дрался в прямом эфире. Ну а его знаменитое высказывание о том, куда нужно идти тем, у кого нет миллиарда, прочно вросло в историю российского бизнеса. Теперь, благодаря следствию, а бизнесмена все-таки признали виновным, становится ясно, откуда он сам взял свои миллиарды. Впрочем, сам предприниматель видит свою миссию несколько более ответственной, чем просто зарабатывание денег. На будущее у меня планы перевернуть мир. В Камбодже мы создавали лабораторию, мировую лабораторию по изменению очень серьезных процессов. Система образования и развития людей, которая есть сегодня в мире, она принципиально отстала от тех скоростей, которые требуются, которые необходимы. Впрочем, на этой импровизированной пресс-конференции, которая состоялась прямо на крыльце Пресненского суда, Полонский освобожденный, размахивая мягкой игрушкой, заверил, что менять мир начнет не сразу. Сначала недельку отдохнет, ну а потом вновь возьмется делать бизнес в свойственной ему манере. Так что новые серии приключений бизнесмена Полонского на видеохостингах и в сводках новостей, видимо, появятся очень скоро. Максим Приходов, Виктория Кузьминова, Игорь Чигарев и Рушан Сулейманов. Известия специально для РЕН-ТВ.